как и обещала в предыдущих видео что расскажу как просто заменить микросхему этими методами я это делаю я сначала начну более сложным методом точнее он наверно даже более простой но просто для его реализации нужен дополнительное устройство такой как паяльный фен который стоит деньги и может быть он не в любого есть но в этом видео я расскажу именно как ним легко демонтировать и также назад запаять микросхему вот у меня из пластинки жести выгнута формочка я использую плюс рма смазываем выводы микросхемы пластинку я выгнул из компьютерной заглушки вы можете вырезать из любой жестянки такую пластинку для чего она нужна чтобы не перегревать соседние детали потому что если дуть горячий воздух то соседние разъемы там пластик как вы видите плюс большой электролитический конденсатор стоит он также сама будет перегреваться и его ресурс будет уменьшаться таким пинцетом очень легко потом эту микросхему снять можно вообще-то и другим пинцетом но я такой пинцет рекомендую ним очень удобно как слышите запустился у меня фен на фене я выставляю температуру 400 градусов сейчас фен дойдет до своего рабочего режима и я начинаю прогревать не спешите равномерно разогревайте микросхему я это делаю конечно для видео чуть чуть не так как реально потому что мне мешает для съемки камера я не знаю с какой стороны лучше это начать делать держать фен точнее чтобы было вам более видно когда камера не мешает это сделать намного проще все видим микросхема очень легко снялась и теперь остается подготовить контактные площадки можно на всякий случай тестером прозвонить их еще что нет нигде больше замыканий контактные площадки правило я готовлю уже паяльником и микросхемы тоже я часто запаиваю паяльником ну сейчас я покажу как это также сама дальше сделать феном и так подготавливаем контактные площадки при помощи паяльника просто нужно при помощи канифоль или флюса снять остатки лишнего олова это делалось все для того чтобы можно было очень легко разместить потом на этих контактных площадках подготовленную микросхему и она потом хорошо пропаялась на посадочные места вот это подготовленная микросхема я потом расскажу как я их это все готовлю и делаю и расскажу как не нужно это все делать все при помощи пинцетика это все выставляем перед этим конечно нужно было смазать флюсом опять ложим эту рамку чтобы не перегревать соседние детали еще и поправляем для надежности и начинаем прогрев прогревом не спешите это я немножко видео ускорю а так она там на пару минут немного длиннее вы должны увидеть что микросхема села на свое место когда расплавится припой микросхема слегка начнет шевелиться и немного опуститься после этого еще чуть-чуть и можно заканчивать прогрев все теперь ждем чтобы это все остыла и микросхема запаяна осталось промыть место пайки и плата готова для тестирования